Сегодня Рашкин признался, что застрелил Лося, но это было и очевидно с самого начала, и понятно, что он так повел себя неправильно, надо было просто не отвечать ни на какие вопросы и готовиться к тому, чтобы отбиваться по-серьезному. Да, дело тут даже не в Лосе, дело я хотел про другое спросить, но мы с тобой понимаем, какое количество людей было задействовано в операции Лось, то есть слушали телефон, готовили подставу, там привели, наверное, Лося этого, сидели за каждым кустом и прочее, прочее, прочее. Вот, ну то есть задействованы были десятки людей в очень больших званиях, наверняка вся ФСБ, это Федеральный служб безопасности Саратской области занималась, плюс там еще те, эти, пятые, десятые. Вот, как мы понимаем, такие операции проводятся постоянно, просто мы не знаем про многие из них, и в основном, то есть те люди, которые должны заниматься безопасностью и правоохранительной деятельностью, занимаются вот такого рода Лосями, и такими операциями они занимаются. Ну, также такое же количество людей еще в 99-м году было задействовано, когда мне там наркотики с пистолетами подкидывали, когда выборы были в Государственную Думу, я знаю, как это работает, поскольку мне потом все, каждый рассказал, кто там был, что делали, как делали и так далее. И вот хотелось бы спросить, как же система не рухнула еще? Я понимаю, что преступность ужасна и все, но система должна развалиться, когда правоохранительная деятельность отсутствует, в принципе. Слав, у меня прям одна минута, я коротко отвечу. Я считаю, что Рашкин, конечно же, совершил ошибку, что он пошел по такому пути, но я предполагаю, что его заставили сейчас записать это видео, я думаю, что не все так просто. А то, что это спецоперация была, это очевидно, сейчас надо просто посмотреть над тем, чем это все закончится. Я, мой прогноз, что его все-таки сломали, его заставили отказаться от этой оппозиционной деятельности, и это является определяющим. Вот спрашивают меня, Рашкин умирал от голода. Люди, к сожалению, охотятся не потому, что они умирают от голода, а потому, что они любят охотиться. Я, например, не люблю охотиться, я не охотник, хотя стрелок и неплохой, но не люблю охотиться. Ну, люди любят охотиться, и вы, я думаю, вот вы, кто написал, Амина, а, ну, вы женщина, да, если мужчина, я бы спросил, вы наверняка не сельский житель, да. То есть, вот пишут, вот там убил, расчленил лося и так далее, но это пишут не сельский житель, правильно, это же такие вещи. Я ни разу не слышал, чтобы сельский житель написал, как вы могли там лося разрезать на части, ну, потому что сельский житель берет овцу там и тут же ее разобрал на много-много кусочков. Да, и Рашкин сельский житель, он совсем по-другому на это реагирует, он совсем по-другому это видит, понимаете. Поэтому, ну, про лось, я думаю, еще поговорим мы с вами. Да, лось получается, вещь, да, хранится в сейфах, у следака, ну, нет, конечно, его передали наверняка на хранение куда-то, да, на ответственное хранение, в сейфах он точно не хранится. Зюганов предложил Рашкину отказаться от депутатской неприкосновенности, ну, я думаю, что 25-го числа все равно неприкосновенность откажется, Валерий Федорович не откажется, все равно снимут. И представляете, я говорю, какое количество людей было в операции задействовано, то есть кто-то его разводил, чтобы он поехал на охоту, кто-то там ему звонил, говорил, что там вон лось ждет, кто-то там этих журналистов собирал, ФСБшники там все, наверное, углы пометили. Ужас, конечно, то есть вот этим занимаются спецслужбы и правоохранители, обеспечивают режим Путина все больше ничем. Ну, я так понимаю, что сейчас за КПРФ, за ту часть КПРФ, которые не с Зюгановым очень серьезно взялись, им нужно очень внимательно отслеживать свое поведение, потому что кончится это все для них плачевно. Субтитры создавал DimaTorzok